Всем привет, с вами я Павлин, и добро пожаловать на последнюю часть четвертьфинала первого чемпионата по ПВЗ-2 в моем исполнении. Раунды для полуфинала уже составляются, а также почти составлена команда для второго уже чемпионата. Если хотите поучаствовать в этом всем, то переходите в мою группу в Телеграме, она находится в описании. А также всем спасибо за своего подписчика, вы меня очень сильно радуете. Ну и извините то, что видео выходит только сегодня, я хотел его выложить еще вчера, но я не успел его озвучить, да и сегодня я его озвучиваю вот еле-еле. А также, убедительная просьба, люди, вы серьезно не отличаете чемпионата ПВЗ-2 от моих? Откуда столько гневных комментариев по ТикТок, что я ворую видео у него? Я снимал подобные видео еще в ТикТоке до его бана год назад. И сейчас я тут снимаю, тут все уровни, правила мои, ну кроме первого и пятнадцатого уровней, все их я придумывал сам, я их все прописывал, сам сидел несколько дней. Все команды мы с другом собирали, сами. Ну ладно, тогда переходим сразу к сражению. Команда Лютика против команды Джека. Первый раунд, бронированные зомби. Ну, у этой команды есть очень сильный дамагер в роли Инферно, который носит нормальное количество урона, даже не нормальное, а хорошее. И плюс еще отбрасывает цель назад, так что тут это не заставит сильного труда. Ну и плюс еще помощь Сурчкового Гороха, который стреляет также по флангам, ну и Маслечиков в поддержку. Переходим ко второй команде. Тут и так хорошая команда, состоящая из ромашки и сумочной метательницы. А если они подойдут близко к Джеку, то их уже сожрут сразу же. Что мы сейчас наблюдали. Счет 3-3. Кстати, прошу заметить то, что счет находится над и под командами, а не слева и справа. Переходим к второму раунду. На скорость зомби исследовательным ветеранам. Ну и вот он уже отлетел. А сейчас в скорости отлетится до пирамиды головы, потому что для Инферно он не противник. Ну и да, эта команда побеждает. Переходим к выступлению вторая команда. Тут тоже можно сказать, что если исследователь быстро близко подойдет к Джеку, то тот его сожрут. Ну и да, так уже и было. Ну а с пирамиды головы им справиться будет не сильная проблема. Ну и вот. Счет уже 6-6. Надо бы искать команду слаженно, то есть уже ожидается что-то интересное. Третий раунд. Раунд с роботами. Ну а для Инферно, думаю, так же все не проблема будет, но при этом тут 5 импов, которые очень сильно мешают и отвлекают торнадо на себя. И вот уже Инферно вылетел из боя. Сейчас вылетел и горох, и вскоре вылетит Лютик, это просто вопрос времени. Вот и все. Что же нам покажет вторая команда? Тут Джек в роли очень сильного дамагера, но он использовал почти весь урон на щит, протектор. А сейчас ушел-ка мелочь, ну и не дамажил футболисту. Футболист уже откинул ромашку. А Джек дожег всех импов, но футболист выкинул Джека. Счет также остается 6-6. Четвертый раунд транс, убивающий мой зомби. Кстати, также прошу извинить за все звуки, которые могут быть на фоне. Ну, во-первых, микрофон иногда такой, да и еще иногда может попугай или кот помешать. Так что, что же насчет этой команды? Тут все легко. Шут мог отбить только горох, ну и масло к маслютика, но до этого не дошло почти. Так что ее победа. Что же нам покажет вторая команда? Вот тут, надо бы сказать, они могут много чего отбить. Такие, как снаряды ромашки или же снаряды сумеречной метательницы. Ну, думаю, для Джека это все будет не проблема. И Джек просто шок шута за счет того, что ромашка его застанила. Счет 9-9. Команды идут максимально слаженно. Футбольный раунд. Тут же сильно хорошего ничего нельзя показать. Импу Суперфан убил Инферно, но Инферно зато остановил бег футболиста. А дальше, оставшись, Арсенья уже добили футболиста. Ну и мячики для них будут не проблемны. И да. Прикольно к выступлению второй же команды. Тут Импу не сажает сумеречную метательницу, а сам футболист не сажает Джека. Ромашка остается одна, и она, надо сказать, справляется со всеми импами. И да, имп для нее, как вы могли заметить, не проблема. Счет 11-10. Шестой раунд. Раунд с зомби с блестками. Тут Инферно просто отбрасывает эту даму назад и сжигает ее. Оставшиеся зомби уже не проблема. Уступление второй команды. Тут, ну, очень хороший урон. Поэтому по прямой линии тут я прорыва не будет, да. И тут сомби самые такие обычные. Обе команды одержали победу. Счет 14-13. Седьмой раунд. Сырковой. Инферно медлит в начале, поэтому быстрым ущажением Факиря не получилось похвастаться, и Тос сжег маслютик. Да, и Фокусник показал фокус репортации обычного зомби на крайнюю линию, но для Гороха Пульта это не проблема. Переходим к вступлению второй команды. Тоже сейчас мы увидим, что пламя сильнее. Пламя Джека или Факира. И мы получили ответ. За счет дальности побеждает светилинг Джека. Фокусник показал свой фокус репортации уже мертвого зомби. Ну, а сейчас показывает фокус репортации себя. Но не сильно удачный, потому что метатель не для него достает. Но зато Голубь показывает более хороший фокус при наше поражение команде. Счет 16-13. Восьмой раунд. Пляжный. Тут же нету сильных растений, чтобы быстро убить рыбака, так как Инферно ему наносит мало урона, так как не откидывает зомби назад. И не наносит ему периодический урон, как обычным зомби. Поэтому тут постепенно Инферно просто уйдет в воду. И да, так и было. С блин же второй же команду. Тут тоже будет прям очень сильных растений, чтобы быстро уничтожить рыбака. А если с серферами еще Джек быстро справился, то рыбак будет проблемой. И да, вот остается одна ромашка, которая сейчас просто либо затянет воду, либо съедет водолаза. Ну то и ее накрылся минул. Все, это 16-13. Команда тут что-то как-то, ну, очень сложная. Девятый раунд с импами, один, ну, первый точнее. Тоже была проблема, это фланги. Ну, против флангов, обычных фланговых пиратиков импов, тут есть гороховая пушка. Ну, но у нижнего импа остается хп буквально на одну горошинку. У второй же команды более большой урон именно по флангам, а то есть именно у метательницы. Имп поставил палатку, но это не будет сильная проблема. Ну, метательница убила импов. Палатка это лишь вопрос времени. И счет 16-16. Десятый раунд. Слове моментальное уничтожение. Ну, тут же растениям сильно нечем обороняться. Ну, Инферно откидывает зомби на стуле уже без стула назад. Дальше уничтожает зомби службу поддержки, который, кстати, даже ноутбук не бросил. Ну, а дальше медленно убьет и зомби-черепов. Ну, вот так и есть. Переходим Жеку вступлению второй команды. Тут можно было рассчитывать на то, что Жеку успеет его сжечь, но это окончилось на удачу. Думаю, этому зомби будет не сложно съесть ромашку. И да, он это сделал. И счет уже 17-16. Одиннадцатый раунд. С импами уже второй. Тут слишком сложно для этой команды, думаю, не будет. Инферно быстро уничтожить всех обычных импов, ну, конечно же, кроме импо-дракончика. А вот успеет ли стружок уничтожить всех фланговых? А вот ответ. Да, успеет на последнем издыхании. Успеем второй команды. Ну, тут, думаю, сумочная обязательность сумеет всех победить. Ну, не всех, а именно близняшек. А вот ответ. Нет, она не успела. Счет 20-16. Двенадцатый раунд. Хотя, кстати, я сломил банку, что если ставить маслютик перед огненной плиткой, то она активируется. Я это все только что показал. Поэтому маслютик будет встать перед. После огненной плитки. Думаю, это будет не очень сложный раунд для этой команды. Да, все же только хилер, которого убивают. Успеем второй команды. Тут, думаю, тоже сильных проблем не будет. Но, кстати, тут я забыл поставить лунный цветок. Но приигрывать не стало, так как итог все равно один. А точнее, победа команды. Счет 23-19. Тринадцатый раунд с зомби-брегдайнцером. Ну, тут сильных проблем у команды не будет. Инферно, если что, справится со всеми зомби. А с флангами, скорее всего, справится с ручковой фасоль. Ну, не с ручковой фасоль, а как ее там? Гороха пульта? Я точно не помню. Ну, и вот момент истины. Одна из безняшек почти доходит. И, да, доходит. Успеем вторая команда. Ну, у этой же команды более сильная фланговая атака. А именно, в роли сумеречной медательницы. Осталось только, в смысле, справится она с ними или же нет. И она, конечно же, справилась. Счет уже 23-22. Отрыв снова минимальный. Раунд с Карганчуа. Думаю, скоро перестану упоминять то, что я ставлю тут баллы за количество убитых импов. Ну, хотя, впрочем, эта команда способна убить и самого Карганчуа. А сделала ли она это или нет, мы скоро ее увидим. И, да, она это сделала. Уступление второй же команды, где, кстати, я снова забыл поставить лунный цветок. Ну, бывает. Ну, тут 2 импа уже есть. Но, надо бы сказать, что тут бы цветок сильно не на что бы не повлиял. И 3 вот импа. Убить Карганчуа не буду, думаю, все равно бы навряд ли смогли. Счет 27-25. Остался только раунд со Сфамом. И вот он. 15-й раунд. Я думаю, раунд со Сфамом будет для обоих команд не проблемой. Ну, сейчас и узнаем. Да, эта команда исправилась, а значит мы ее скоро увидим в полуфинале. Можно же вспомнить вторую команду, от которой ничего не зависит, только если эмоции. Но, мы знаем то, что смешная метательница справит соло со всем этим спамом. Ну, тут еще и поддержка есть. Ну, и вот, с финальным счетом 32-30, команда Маслютика выходит в полуфинал. В полуфинал я начну как только доделаю все оставшиеся раунды для него. И, кстати, надо бы сказать, сегодня добавляется в Mortal Kombat Mobile башня линькой, так что скоро будут еще видосики и по Mortal Kombat. Извиняюсь перед всеми за сегодняшнюю озвучку. Все снималось первого раза, только то, что я не мог озвучить это видео уже второй день. Поэтому, вот так вот делаю на быструю руку, так скажем. Ладно, на этом сейчас я буду заканчивать. Увидимся в полуфинале. Всем пока.